Сохранять российские традиции, развивать религиозную культуру среди подрастающего поколения – вот основные, но далеко не все задачи традиционных рождественских чтений. Мы с вами абсолютно точно знаем, что мы сильны и своим брошенным, и вот этим вот единением. И я желаю от всего сердца не только эти две недели рождественских чтений, нам быть вот в едином таком дыхании, объединившись, вести за собой детей в будущее, уверенных, твердо стоящих на ногах, но и каждый день. Так что доброго, плодотворного труда. В Ленинском городском округе рождественские чтения проходят в 18-й раз и всегда собирают вокруг себя десятки желающих. Каждый год Видновское благочиние задает тематику мероприятию. В этот раз оно было посвящено 350-летию со дня рождения великого российского царя Петра I, его принципу секулярного мира и религиозности. В меняющемся мире очень важно и взрослым, и детям, чтобы было что-то неизменное. И вот вера, наша история, это как раз то, неизменность, что способно удержать человека, способно преобразовать, преобразить в хорошем смысле человека. Поэтому дай Бог, чтобы наше сработничество продолжалось и развивалось. Основным докладчиком и почетным гостем первых в этом году чтений стал историк и писатель Феликс Разумовский. Его лекция, посвященная заданной теме, вызвала большой интерес. На эту тему Петр I говорить, надо сказать, очень сложно, потому что, ну в общем, эта фигура действительно такая одна из самых известных, популярных в русской истории. Вроде все это знают. Но, наверное, отказаться от такого черно-белого, такого примитивного взгляда на это явление и на эту личность, наверное, стоит. Многие задаются вопросом, почему на рождественских чтениях поднимаются непростые исторические темы. Но, по мнению организаторов, там тоже присутствует духовная направленность, о которой стоит рассказывать. Как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин в послании к Федеральному собранию, у нас единая и неразрывная тысячелетняя история, опираясь на которую мы обретаем внутреннюю силу и смысл национального развития. Отрадно, что на протяжении ряда лет тематика чтений связана со знаковыми для России датами. В торжественном открытии рождественских чтений приняли участие педагоги образовательных учреждений. Школьники подключатся к программе мероприятия позже, когда начнутся лекции и просветительские уроки. Ты, Улей, моя душа, да, мой не улыбай, матушка моя Россия, мой ростовый край. Юлия Пагасиан, Ольга Садовская. Видно этого.